привет ребята добрый день в общем то собираемся сейчас посетить музей булгакова что находится у нас на большой садовой находимся сейчас здесь вот метро маяковская и движемся в том направлении зайдем и посмотрим что да как насколько кому интересно в принципе исторический достаточно роман находится памятник маяковского у нас рядышком да там гостиница пекин а мы сейчас на большой садовый движемся дом 10 дом 10 квартира нас интересует номер 50 где происходили все страшные события по книге мастера маргарита балл сатаны ну в общем так вот нехорошая квартира церковный зал маяковского оттуда мы сейчас вышли только что из метро и направляемся в том направлении туда у нас до дорога проходим мимо театром и совета кстати он там тоже в книге этот театр был присутствовал некоторых описаниях заказ экскурсий то есть можно на нем по москве что получается кататься да а вот у нас нас вот интересует вот куда вот этого дарочка вот мы часто как раз пойдем музей булгаковский до считается как бы в москве первое что единственную россии какое-то можно сказать который посвящен жизни творчество булгакова сейчас заходим здесь вот видны сцены с этой книги народу много смотри сколько это все вот лишь переливоза отрезали голову девчонки как ватру из творчества булгакова вы там были в музее так что а съемка разрешена там вот даже настоящий этот переливоз как его там бегемот по мотивам книги короче вот здесь вот разные какие сюжеты здесь я так понимаю бал сатаны марго у нас коровьев бегемот эту масс понти пилат поэт бездонный и переливоз и они сидят на патриарших прудах в общем-то туда в принципе можно будет тоже потом посетить это место ну вот собственно говоря с этого места начинались события по книге мастера маргарита находились они вот на этой лавочке сидели спиной малой бронной лицом к пруду вот конечно летом здесь поинтереснее когда здесь вот этого не хватает этот лед убирается отсюда все это исчезает но постепенно вижу уже отходит от берега здесь лебеди плавают добрый день девчонки скажите как в одну из творчества михаила булгакова мастера маргарита хорошо относите знаете что книга была начало книги отсюда начиналось все происходящие события то есть вы музей тоже были сходите музей обязательно здесь рядом здесь вот садовая дом 10 квартира 50 как раз вот этот нехорошая квартира какой-то нету нету ну тут кстати там код цель код реально там есть бегемот большой год там уже увидите живую дом 10 садовая большая садовый дом 10 квартира 50 но там увидите там стультура такая стоит там коровьев персонажи да помните коровьев и этот бегемотом короче там увидите скульптуры да так что у нас вы сами не отсюда что краснодара краснодару привет я был там как-то у вас проезда очень здорово есть такое дело краснодаре нет на ютубе конечно подписывать вот там краснодаре типа сейчас здесь тоже кстати был 15 на дня пару дней назад давай интереснее будет девчонки которые из краснодара и раскрепощенные вообще могут сплясать прям легко давайте музыку вам не холода у нас москве здесь но вот я говорю то что здесь только на солнце только двигаться надо больше маме привет мама будет обязательно смотреть ваше путешествие память вконтакте я елкина подписывайтесь на мой канал нормальная девчонка такая вообще просто побольше таких слива этой будучки да наверно где вот как раз вот эти персонажи по книге были наверно просили налить им блин пиво блин ну как пиво не оказалось они хотели скоро минералки пиво тоже не оказалось в общем-то и потом просто выбили абрикосовый я так понял что это где-то было здесь типа лавочка такая была раньше конечно сейчас уже нету красота здесь ребята немножечко конечно после зимы и березновато еще не убрали как вы относитесь к творчеству бугаква девчонки вы читали книгу мастер маргарита ну и что запомнилось вы знаете события происходили именно с этих патриарших рудов вот мы ищем место где вот аннушка разлила масло где аннушка массу залива там были трамвайные пути но их по трамвайных путей уже нету был но видать были до исторические где-то он там все это сложилось насколько это понятно мне сходить музей бугакова это рядышком 10 это садовые 10 а 10 а музей бугакова там нехорошая квартира красного большая садовая вот в дворе музей нас такие встречают скульптура коровьего бегемота примус починка примуса держит в руках под бегемот так она также и вышивая экранизация фильма александр обува сыграл главную роль мы тысячи пятом году кстати под похожий персонаж действительно под него мою роль и очень не удалось относится творчество бугакова разговариваете по-русски как вам творчество бугакова как в относится творчество бугакова 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 интересует просто как вообще иностранцы вакути сами приехали он писал очень много ироническое произведение то есть мистика там да все такое все взаимосвязано то есть вам нравится да безумно вы уже были музеи давайте сходить смотрите вот мы оказались во дворике вот этого дома бугакова до мерин такой древний стоит здесь интересная машинка кафе в этом доме нам даже кто-то проживает возможно да или какие-нибудь офисы вполне но вот это с окошко ну да 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 интересно сам по моему код бегемот 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 таким вот вальяжный такой важный очень персон сам сам главное здесь оказывается смотри какой здоровый реально здоровый там по книге по книге беспокоит просто 7 проходами не дают стоян отдать совсем не дает такая от киса здесь у нас питает здесь один живет у них несколько похожих на бегемота на пешку да даже вовнутрь можно залезть вряд ли да такой отмерим внутри бы сидушки одной уже нету не работает здесь даже вот такая интересная скамейка в стиле модерн письма мастеру отправить можно так ну вот оно в общем то у нас большая садовая 10 мы сейчас заходим в этот подъезд по мотивам произведения булгакова там должны быть все расписаны стены открыто с 13 23 пятница и суббота с 13 до часа скажем так попробуем туда зайти здесь какой-то тонкий ход по мотивам произведения подрисованные стены а то в в в в и в и в 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 Это птица, можно сказать, такая уникальная одежда тех времён. Сам Булгаков у нас там сидит. Что это такое у нас? Держи камеру. Не, надо было Кремль вызвать. Такой аппаратик, да? Конечно, просто. Да-да, вот так вот надо крутить. Слушай, а где Баус становится проходить? Здесь или в другом помещении? Не знаете? Один музей или ещё есть музей? Не знаю, да? Может быть, какие здесь интересные люстры с ангелочками. Здесь всякие вот у нас портреты. Марго. Здесь вот прикольно сделано, короче, ведь даже, по-моему, кафешка сделана в стиле кафешки. Пойдём туда зайдём. Ну, смотри, заходи. Ну, смотри, заходи. О, есть они там, кадры. А водка есть у вас? У нас есть у нас. Водки нету. Ну, по-моему, нет. Чувак работал без головы. Больше нету такого персонажа. Ну, именно вот он реально без головы. Или не показался? Да, он у нас не такой чувак работал, работать не мог. Да? Он ещё предлагал водку вместо водки. Говорит, у нас водки нет, только, говорит, чистый спирт. Вот что так стоите. Ну, ладно. Пойдём искать. Ну, тут, короче, можно чайку попить и кофе. 100 рублей за 50. А дыгемота нету. Это какой 850 рублей? О, касса обалденная. Смотри, какая. Вот такие столики. Здесь можно присесть, собственно говоря. Кайфануть. Кофейку, кофейку. Такой плазменный телевизор, немного не в кассу, но сделан по старинную рамку. Сижу себе спокойно, ничего не примусь, никому не мешаю. Вот он бегемот. Смотри, короче, можно даже сувениру купить. Видел? Головная берлилоза. У которого как раз вот трамвай-то отрезал голову. О, смотри, пионер. Печатающая машинка. Ну, офигеть, да? Тема. Ну, да. Примус. Вот это все. Смотри, пионер. Сейчас это ещё машинка. Понюхаю, наверное, что пахнет? Соляркой. Что там заливалось старше? Как же к нему видно. Керосинка же обычно заливалась. Да. Проникнусь от двух на того время. Фух. Пахнишь? Да. Ну, тут что даже компьютерные технологии. Вот так объединяются колоночки. Также бывает на музыкальное сопровождение этого помещения. То есть такой же создает полную атмосферу. Можно прям очутиться полностью. Но. Сейчас пока тихо. Патефон ещё. Здесь от Патефона также вам ещё Кримус. Шляпа. Вот такую шляпу для подмой кожаный плащик. Патефон. Ненормально так всё сделано. Так ещё. Токнуться в атмосферу, скажем так, прошлого века. Плаэт бездомный. Это сидит уже в психиатрической больнице, походу, на кровати. По мотивам произведения Булгакова, по мотивам. Такие-то эпизоды. Панки Пилат. Вместе с своей собакой. С больной головой своей. Здесь у нас кот-бегемот. Но это у нас, по-моему, и танцы, шманцы, обниманцы. Всё напали. Сатуэточка прикольная. Не помню, кто его отсидывал, короче говоря. На шабаш ведьм, короче, они отправились. С баус-сукраной. Бля, таким утюгом качаться можно. Бицепс-трицепс там, утром. Прикинь, его нагревали уже на углях тогда, по-моему. Да, он так сидел. На углях, а потом уже прикладывали здесь. Короче, там целочек нового я была. Ну, здесь у нас такой памятничек стоит Булгакова. Булгакова. Он же, говорит, вообще-то начал врачом. Врач, он был сам себе это название. Зачем, наверное, какой-то. Потом он начал издаваться. И то, спустя после смерти, 27 лет, вот этот мастер-корик появился там где-то в разных издательствах. Московский. Потом книг стал завоевывать популярность. Спустя какое-то время. Блиотека какая-то, да? Белая гвардия, Мастер Маргарита. Ну, это все книги, которые он написал, походу. Нет, еще какие-то иностранные. Кремль на проводе. Ты куда гонишь? Работает? Владимир Владимирович. Да. Понятно. Так, никто не пострадал. Этот трамвай мог поехать, друзья мои. Но вам повезло, он никуда не поехал, потому что под него попала голова Берлиоза. Посмотрите. Голова чугунная, она не дала двинуться трамвая на вас. Да, она чугунила. Дело в том, что голова от памятника. Как ее отрезало, мы вам можем рассказать. Но это отрезали не мы. И не трамвай. А может и трамвай. Когда поставили мы макет трамвая, буквально через пару недель, вот эту голову найдут в подвале нашего музея. Просто в подвале создавали театр. Там много было любителя. Делали этаж дополнительный. И вот рабочие наткнулись на голову. Мы потом выяснили, что голова изначально была на памятнике. Просто в советский период, когда меняли памятник, смена власти произошла, и старые памятники, наверное, в городе Бардиске, не актуальны. И меняли только голову. Упрощали процесс. Отрезали у старого памятника голову на старое тупище. Костюмчик старенький. Старенького владельца голова оказалась сейчас под трамвайом. Рельса тоже, кстати, из подвала. Но рельса могла, понятно, попасть с садового кольца, потому что там ходил трамвай. По садовому кольцу там был трамвай на пути, их могли разбирать, как-то сюда можно. Не ясно. Также в нашем доме вы сможете дозвониться до самого дьявола. Или до демота. Или до экскурсовода. В общем, список персонажей Романа Мастера и Маргарита с номерами телефонов этих персонажей вы увидите на такой табличке. И вот телефонный аппарат, который поможет вам с ними связаться. Кстати, реально работает. Пробую. Сейчас в полном пути произойдет наше растение. Что такая прям устрашающая, устрашающая голова. Все это светится. Все это происходило весной, на закате. Аннушка пролила подсолнечное масло, Игорь Львов споткнулся и упал. Не рассказывай. Вы помните, да, описание книги? Да. Как все предсказывал голова. Вот образ старой Москвы. Образ старой Москвы здесь у нас, да? Что мы здесь рассказывали? А вот он. Здесь вот у нас святой монастырь, да? На месте его сейчас построили в Пушкинске в России в советское время. Был снесен. Кинотеатр. То есть мы еще куда-то сюда не заходили. Здесь уже такой же телефон. Бинокль. Театральный бинокль. Попробуй. Побробуй. Если тут говорить, что нет. Они, может быть, между собой как бы там общаются, внутренняя связь. А, вот его вводы. Номер 13 набери. номер 13, что там тебе скажут, там видишь, там тебе телефона. Какая-то богатая коллекция, Ульяна Шекспира, Чехов, Дима, чего только нету. Ходил бы сюда бы. За всю жизнь перечитаешься у Кушкина Сергеевича, великие мысы, великие люди. А сколько стоит экскурсия вообще провести? По дому 300 рублей. По трамвае 5 часов и 70 рублей. А это по городу, по Москве? По центру Москвы. Это трамвай типа вон там, который стоит на улице, правильно? И музей тоже по городу. Ага, хорошо. Ну, вообще, на дрова это какие-то. Сейчас мы копим, только можно. А трамвай какое время? Молодежка хотела спросить, еще вот кухня какая-то есть, да? Вот эта коммунальная квартира. Она сохранилась? Не хорошая квартира, 50, это налево, соседний пакет. Соседи, туда, да? Хорошо, спасибо большое. А вот это трамвай, а здесь что, какое-то получается нехорошее? Здесь я была в скидонный литераторный музей, культурно-поситительный центр. Просто всякие экспонаты собраны здесь, как бы, да? То есть жизнь? Да. Здесь я введал по ночи, получал профессию. Поначалу он там, что жил в одном доме? Даже персонажа, потом тоже здесь прожил. А там тоже музей у вас как-то можно организовать экскурсию? В квартире 50. Ну, все, спасибо. А за залу говорит что-нибудь? А там работаете? Ну, я знаю. Ну, да, это все тут-все тут. Там очень много человек. Что говорят? А смотри, куда позвоните. Вот надо бы позвонить по этим номерам. Там будет отвечать специальный сотрудник сидит. 500 рублей у нас получается экскурсия по помещению. 800 рублей поездка на Москве. Это тот трамвай, по которому мы видели перед аркой, в общем-то. Вот на нем это вечер. Сказал, во сколько я уже? Пять и семь. Пять и семь. Пять и семь. Угу. Вот, а смотри какой персонаж интересный. Скажите что-нибудь про музей Булгакова, знаете? Что вы ожидаете увидеть от музея? Мы просто зашли посмотреть. Не были еще ни разу никогда? Нет, нет. Книгу читали мастер Маргарита? Да. Ну и как вам книга впечатляет? Да. А что именно запомнилось больше всего? Нехорошая квартира или еще какие-то сюжеты? Нет, запомнилась. Вот эта вот Маргарита летала. На метле, да? Даже не на метле, на чем она летала? Да, на метле. На метле, да? На метле, да. Угу. Сами хотели бы попробовать летать вот так? А еще куда? Наконец-то мазать. Намазаться, намазаться этой мазью, да, там какую-то там. И, в правду, там полностью надо было его раздеться. Как-то так. Угу. 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 Угу.